Добрый вечер и как всегда в конце недели подводим итоги нашей работы, говорим о городском хозяйстве. Наконец-то началось лето, первые солнечные жаркие дни в Одессе и в эту первую неделю жаркую действительно у нас было очень много горящих интересных событий. Первое, о чем хотелось бы рассказать, это в Одессе состоялась очередная рабочая группа ассоциаций городов Украины и на этот раз мы обсуждали систему ЖКХ, те новшества, те изменения, те новые решения, которые есть у наших коллег и то, что есть в Одессе. И хочется отметить, что действительно нам есть что показать и есть о чем рассказать. Начали мы с того, что безусловно всех беспокоит и что очень важно это раздельный сбор мусора, переработка мусора и мусороперерабатывающий завод, то чем мы сейчас активно занимаемся и поставили перед собой задачу реализовать это в Одессе. Также мы говорили о том, что любая система ЖКХ начинается в первую очередь с кадров, а кадры это в первую очередь социальные моменты. Поэтому мы показывали, в каких условиях живут наши сотрудники в общежитии КП Одесса, в городе Татранс, и какие решения мы новые вводим для того, чтобы максимально обеспечить жильем наших сотрудников. Об этом мы говорили ранее. Также показывали новые решения с подземными мусорными контейнерами, ну и конечно же вагоноремонтные мастерские и диспетчерскую 1501. Хочется отметить, что диспетчерской аналогичной системы, но службы такой в Украине пока нет. О чем и отметили наши коллеги, взяли себе эту идею на вооружение. И я уверен, что в дальнейшем эта инициатива будет развиваться во многих городах Украины. Завершил эту неделю очень знаковый концерт, знаковое событие, которое мы провели в музее КП Одесса, в городе Татранс. Это концерт симфонического оркестра под руководством дирижера Хобарта Эрла. Действительно, это было мега-значимое событие как для нашего музея, так и для города в целом, потому что никаких аналогичных мероприятий мы еще в стенах этого музея не делали. Все остались довольны, а самое главное, остались довольны дети, собственно, которым этот концерт и был посвящен. Ну и хотелось бы также отметить, что с учетом первых таких системных теплых дней и солнечных лучей снова оживилась жизнь на трассе здоровья. Там стало намного больше велосипедистов, там опять появилось достаточно много людей на самокатах. И снова появились, скажем так, небольшие ДТП. И тем не менее, хочу напомнить, что есть уже решения по поводу ограничения скорости по трассе здоровья и по пешеходным зонам. Что касается самокатов, также мы беседовали с велоактивистами на этой неделе и с велоспортсменами. Мы с ними есть полное понимание, но по трассе здоровья мы со своей стороны расставим информационные таблички. Также мы на асфальт нанесем шумовые полосы. И хочу напомнить также тем людям, которые собираются все-таки нарушать установленный нами регламент, что реагировать мы на это с помощью патрульной полиции будем максимально жестко. На этом на сегодня, наверное, все. Мы наслаждаемся дальше летом. Всем желаю хорошей погоды, солнечных дней. А мы со своей стороны и вся система ЖКХ города Одессы будем это работать на то, чтобы ваш отдых и ваш быт в Одессе был максимально комфортным. Видимся через неделю. До новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok